здравствуйте говорит и показывает Анна Брагинская это первый знакомительный выпуск бисерного ликбеза в формате интенсива и я хочу посвятить его вещам не менее важным чем сам бисер это иглы нити и другие наши помощники на самом деле вы можете плести любым бисером и использовать любые нити африканским племенам отсутствие японской делики и файрлайна совершенно не мешает создавать прекрасные вещи радоваться им с помощью качественных материалов мы можем сделать свое влечение более комфортным и удобным начать же я хочу не с нити иголок несмотря на свои заявления а с рабочего коврика рабочий коврик это вот такая мягкая ткань извините она двусторонняя коврики бывают разных цветов то есть если вы используете светлый бисер иногда удобно взять темный коврик и наоборот его единственная задача во время работы не дать бисеру рассыпаться как только вы закончили работать бисер убирается для того чтобы его убрать есть тоже специальные инструменты но они не относятся к разряду необходимых и я не буду о них сегодня говорить что и в чем еще может помочь вам коврик вы можете оставить детали внутри сложить его и убрать в сторону и взяться за другой проект у меня таких ковриков 5 то есть вы можете представить мою склонность к тому чтобы плодить проекты некоторые из них можно стирать то есть когда он испачкался запылился просто с мылом аккуратненько сполоснуть не тереть хорошенько промыть проточной водой и дать высохнуть к сожалению сейчас появились менее качественные коврики обратите внимание чтобы не была видна сеть то есть на самом деле это две части не знаю это что-то напоминающая фетр две части ткани которые склеены между собой и между ними проложена сеть и вот иногда эта сетка видна и тогда такие коврики у вас получается одноразовыми вы стирать их не можете поэтому будьте внимательны следующая тема это иглы все все иглы которые существуют на рынке я показать вам не смогу я расскажу о тех видах которые мне доступны и которые я использую в творчестве если вы обратите внимание то все иглы которые есть они длинные примерно 5 сантиметров существуют и короткие иглы вы выбираете то что вам удобнее мне не удобно работать с короткими я уже привыкла к этим если моя ученица берет мою иглу то и она привыкла к коротким то ей будет неудобно пользоваться такими иголками итак самый простой набор который рекомендую всем и новичкам и опытным мастерам это иглы пони сама их использую основном выбираете вы иглы для бисероплетения для работы с бисером должно быть написано билин размер 10 12 10 толще 12 тоньше производство индия все достаточно удобно 4 иглы в центре это 10 номер 2 иголки по краям это 12 вот этот инструмент это совершенно бессмысленная добавка во всяком случае файрлайн он не может протянуть через ушко то есть в ушко заходит с ниткой не выходит поэтому когда будут у нас первые уроки уже практически я объясню как нанизывать нить иглы достаточно жесткие то есть вот я в основном работаю десяткой и только если я вижу что в какой-то точке я не могу зайти в бисер еще раз то есть иголка не помещается я перехожу на 12 номер поэтому соотношение 4 рабочих и 2 вспомогательных для меня наиболее практично так откладываем в сторону похожие по качеству иглы но дороже это иглы фирмы битсмит производство англия у этих иголок очень много поклонников я на самом деле к ним не отношусь потому что я не вижу разницы между ними и пони продаются они в упаковках есть смешанные упаковки есть отдельно по размерам то есть отдельно 10 номер отдельно 12 я взяла для того чтобы вам показать и потом в дальнейшем использовать 10 номер как самый расходный у меня вот следующий вариант это иглы тулеп я уже вскрыла практически все упаковки это не первый дубль но наверное это и к лучшему мы не будем тратить время на распаковку японские иглы называются так из-за формы кончика иглы сейчас они продаются такой аккуратные красивые колобочки с пробкой ушко позолоченное упс убежала и кончик иглы я не думаю что вам будет сильно видно но поверьте мне на слово то я немножко укалываю сюда колю он напоминает форму тюльпана то есть он чуть-чуть затупленный у фирмы джон джеймс тоже есть такие иглы которые называются тулеп это именно из-за формы кончика они проще они ломаются и гнутся этими иглами производства tulip company и япония вы можете себя порадовать когда хотите купить что-то качественное долговечное то есть если кто-то знаком с моим творчеством украшение девятый вал я сделала одной иголкой такой она как была ровненькая красивая так я и закончила там было два месяца работы то есть в чем у нас существует проблема когда вы держите иголку вы на нее давите пальцами вот так вот да то есть идет нанизывание идет протыкание и вы на иголку давите обычно вот это обычный хват вы держите таким образом и в этой точке иголки начинают гнуться одинаково гнутся и пони и битсмит разницы в этом нет никакой у tulip видимо немножко другая сталь другой металл и она практически не гнется ну и на старуху бывает проруха у меня есть ученицы которые умудряются их и согнуть и поломать все в этом мире существует и такие талантливые люди тоже так следующая иголка необязательная она относится к вспомогательным инструментам секундочку это иголка big guy фирма битсмит в переводе это означает большой глаз то есть секундочку я попробую ее открыть чуть быстрее вот поддеваем ногтем и она открывается в центре то есть у нее нет крайнего ушка и это то с чем сталкиваются новички которые пытаются понять что собственно говоря происходит ушка классического нету оно находится посередине все у кого были проблемы с нанизыванием нитки в иголку могут порадоваться ее единственная проблема они очень мягкие то есть когда вы работаете опять же вот так вот сгибаете или пытаетесь что-то проткнуть с усилием иголка гнется еще один плюс этой иголки у нее две рабочие стороны то есть вы можете шить как в одну сторону так и в другую и нитка двигается по ушку из стороны в сторону для чего я их использую это если мне нужно закончить рабочие нити зафиксировать их в плетении и допустим если я ремонтирую украшение у меня остались маленькие кусочки то тогда я беру иголку бигай маленькие кусочки нити извините тогда я беру иголку бигай и она помогает мне все зафиксировать и закрыть аккуратно так с иголками закончили и переходим к нитям итак самые мною любимые для плетения это нити fireline они бывают как в больших так и в маленьких катушках в маленькой катушке 50 ярдов 45 метров я предпочитаю покупать большие катушки то есть это какие-то остатки когда они не продавались большие в магазине где я работаю они периодически заканчиваются по длине большой катушки у вас получается две с половиной маленьких а по цене обычно большая катушка дешевле поэтому если вы активно занимаетесь плетением то не стесняйтесь покупайте большие катушки фаерлайна есть несколько размеров есть в основном обращают внимание на надписи 6 льби или 8 льби это фунды паунды фунды это на самом деле вес рыбы который держит эта нить то есть если мы говорим о толщине то правильнее смотреть на вот эти вот цифры нижние которые говорят о тысячных долях дюйма но на самом деле можете смотреть и на вес шестерка более тонкие восьмерка более толстые в основном есть два цвета белый и черный и в катушках и в больших и в маленьких белый называется кристалл но он условно кристальный он не прозрачный практически в черном в основном до этого был смок и сейчас в последний раз я в магазине с фестра закупила черный сатин разницы я не уловила большой и это черный цвет и это черный цвет в чем преимущество фаерлайна он жестче чем остальные нити сейчас я попробую открыть катушку и показать вам он где-то между леской и нитью то есть леска нам неудобна потому что она чуть-чуть жестковатая и в плетении типа мозаичного или кирпичного украшение не ляжет хорошо оно будет опорчиться это касается кстати и мононити несмотря на то что это тонкая леска вот нитки совсем мягкие в плетении я не люблю даже вот кей-о которые рекомендуют они специально были изобретены для плетения мне недостаточно жесткости я люблю делать объемные объекты типа цветов либо геометрических фигур и тогда мне нужна дополнительная жесткость и я беру фаерлайн то есть я не исключаю из работы следующие у нас нити тоже специально созданы для бисероплетения это нить кей-о вот что вы могли видеть производство Японии это сразу вощеная нить но тем не менее она путается и и когда вы будете переделывать она будет кошлатиться то есть в чем плюс фаерлайн у него повышенная износостойкость для меня как для человека который не работает по схемам это важно я могу распороть несколько раз и нить останется практически такой же единственное что я может подрезать это кристаллы сваровски бусины сваровски но это происходит и с остальными нитями итак для чего у меня есть кей-о иногда я использую их в вышивке не часто либо когда у меня заканчивается белый фаерлайн я могу использовать кей-о есть еще одни нити существуют которых у меня нет и на израильском рынке они редкость поэтому я не могу их вам показать это тоже японские нити ван джи производство япония фирма тохо которая производит бисер она же производит и нити специально для своего бисера он чуть-чуть мягче чем кей-о по моим ощущениям плюс и кей-о и ван джи это то что они разноцветные то есть вы можете подобрать нить под свой бисер в фаерлайне если вы работаете со светлым бисером вы используете белую нить если вы работаете с темным цветным вы используете черную нить это единственные ваши варианты когда вы используете кей-о или ван джи значит вы можете подобрать нить под цвет вашего бисера с краю нитку не будет практически видно но опять же для меня основной минус этих ниток их мягкость он перевешивает все остальные плюсы то есть они у меня лежат про запас как более дешевые потому что здесь в катушке примерно столько же сколько в маленькой катушке фаерлайна а цена в два раза ниже такой у меня запасничек на всякий случай остался еще один вариант для того чтобы помочь вам в плетении я кстати вощу и нить кей-о хотя она вощеная сама по себе но дополнительный кондиционер для нити поможет вам работать такая коробочка внутри наполнитель это не воск но это какая-то паста проводим нить несколько раз и она становится еще плотнее и жёстче в работе с этим кондиционером я использую нити НИМА это еще одни нити на нашем рынке бисероплетение но они совсем мягкие это похоже на шелк кстати и это нейлон и нити ванжи нейлон НИМА я не знаю, не написано но это абсолютно точно синтетика и она очень мягкая то есть они мягче всех и когда я с ними работаю я использую именно кондиционер потому что они путаются как обычные нити для вышивки я их использую для вышивки бисером и для сутажа они продаются как отдельными катушками по цветам так вы можете купить и наборы наборы идут светлые и темные этот уже перемешан у меня есть и тот и другой я их уже смешала между собой на этом наша тема про нити заканчивается я надеюсь она поможет вам немножко сориентироваться и решить что именно вам подойдет если есть какие-то вопросы я буду рада на них ответить всех люблю всем замечательного дня пока